Привет, ребята! Меня зовут Артём Дмитриев. Я автор и ведущий музыкальной программы «Чилл». Последние несколько дней что-то очень много посмотрел Андрея Курпатова. Кто знает этого деятеля? Это психотерапевт, психиатр. Создатель Академии смысла в Петербурге. Я у него учился на протяжении пары лет. Ходил на его курсы «Красная таблетка», продолжение «Красные таблетки», «Игры разума». Короче, много времени посвятил. И до сих пор, кстати говоря, есть компания ребят, с которыми я общаюсь. И именно там мы и познакомились. И, как ни странно, спустя пять, по-моему, лет мы продолжаем коммуницировать. Это, на самом деле, большая редкость. Я часто вписываюсь во всякие тусовки такого плана. Что уж говорить. Последние три с половиной года я учусь на психотерапевта в Московском институте гештальта. А это огромная тусовка гештальтистов. Она, в общем, междугородняя, если не сказать международная. И там постоянно мы взаимодействуем. Ну, я уже молчу о том, что само обучение представляет из себя очень специфический процесс. Учимся мы вахтовым методом по три дня раз в месяц. Приблизительно с утра до позднего вечера. Это большая группа. Достаточно 25 человек нас. Начинало человек 30. И более всего это похоже на круг, в котором сидит 25 человек. И мы обсуждаем и чувствуем, и обсуждаем эти ощущения. И снова чувствуем, и снова обсуждаем. Если честно, само обучение на психотерапевтов, именно на действующих психотерапевтов, которые занимаются не теорией, а практикой, периодически очень похоже на психбольницу. Ну, правда, вот сидят в кругу люди и говорят, с чем они сегодня пришли, что чувствуют, почему это чувствуют, что кому показалось, кто как кого видит. В общем, очень странное мероприятие. Но, к сожалению или к счастью, вот именно так мы и взаимодействуем в обычной жизни. Просто это не озвучиваем. Согласитесь, когда вы встречаете какого-либо человека, у вас проносятся огромное количество мыслей, одновременно с этим переживания и чувства. И вот дальше вы начинаете что-то с этим делать, поступать под воздействием и эмоций, и мыслей. Так вот, обучение на психотерапевта – это как раз то, что скрыто, то, что обычно мы не озвучиваем, выносить на свет Божий, делиться друг с другом. В этом идея в том числе. В том числе, повторюсь, это не главное, что происходит во время обучения. Не то чтобы меня, кстати говоря, часто спрашивают в социальных сетях, а как именно ты учишься на психотерапевта, но, наверное, стоит об этом рассказать. И, кстати говоря, когда я учился у Андрея Курпатова на его курсах, это выглядит отнюдь не иначе. Опять же, это круг, это сидят люди и рассказывают о своих представлениях. Вот разница между обучением на психотерапевта и обучением у Андрея Курпатова, что он всю практически психологизацию выкидывает на помойку и говорит, что мы тут не эмоционируем. Мы это не исследуем, мы занимаемся исключительно мышлением и логикой этого мышления. Вот любопытно, насколько разный подход к этой теме. Да, и в результате у меня, в общем, наверное, получается такая более-менее целостная картина, потому что в подходе Гештальт, в Московском институте Гештальта, мы как раз исключительно психологизируем. Психологизируем. Очень мало теоретической части, в основном только практическая. И мы вот сейчас, учась на третьем году, и при переходе на четвертый, и дальше будет специализация, мы, в общем, практикуем. «Как?» «Спросишь ты меня». Отвечаю. Человек садится напротив другого человека, внутри большого круга, и один становится психотерапевтом, психологом, другой становится клиентом или пациентом, как хотите, называйте. Ну и вот случается психотерапевтическая сессия. Клиент или пациент приходит с каким-то запросом, с каким-то страданием, а психотерапевт пытается что-то, разными методами пытается что-то с этим сделать. Запросов много у людей сейчас. Вот, к слову говоря, я полночи сегодня смотрел Курпатова, и после него создается такая удручающая, на самом деле, картина реальности внутри меня, во всяком случае, как у вас, напишите в комментариях. Так вот, дословно он рассказывает следующее. Все связи текущие в 2024 году атомизированы. Мы превращаемся в одиночек. Все меньше людей стремятся к друг другу. Мы, в общем, депривированы и становимся аутистами в какой-то степени из-за цифровой дебилизации. Он так и называет этот процесс. И выглядит картина, в общем, безрадостно на самом деле. И перспективы надеть на себя виртуальный шлем и оказаться погруженным в цифровое пространство по самой неболуси, она все ближе и все шире. И если почитать книжки Андрея Курпатова и вернуться в 2015-2018 год, он писал об этом. Цифровая дебилизация и цифровая псевдодебильность, как он называет, она ширится и полным ходом движется на нас. Надо сказать, что я много встречаюсь с разными людьми. Я все-таки стараюсь поддерживать внутри себя огонь желания встреч с реальными людьми и прям инициирую. Я повторюсь, что я вписываюсь в разные тусовки, которые про оффлайн, а не про онлайн. И это важно. Несмотря на то, что я как психотерапевт, я уже практикую, и 99% людей, которые со мной взаимодействуют, это люди онлайн, из других городов. И, наверное, в этом большая ценность, что мы можем при помощи современных технических средств связи объединяться и что-то делать друг с другом. Это прекрасно. В конце концов, мой личный психотерапевт, который уехал из Российской Федерации два года назад, я, к сожалению, я адепт оффлайна, вынужден и хочу, наверное, с ним общаться онлайн. Но у меня просто других вариантов нет, а он меня устраивает как психотерапевт, и мы продолжаем, хотя я, безусловно, жду его обратно в Петербург для реальных встреч. Так вот, послушав Андрея Курпатова, в общем, картина складывается безрадостная. Виртуальная реальность и искусственный интеллект наступают стремительно и усиливают свои позиции. Люди становятся все более эгоцентричными и инфантилизированными и заняты исключительно собственными интересами и совершенно не заинтересованы в позициях или особенностях другого. И в связи с этим поколению Z, которое сейчас, в общем, становится на ноги. В отличие от Y и X, к которым я отношусь, у поколения Z вызовы совсем другие. Эти ребята полностью погружены в интернет, в виртуальную реальность, в общем, галлюцинируют по поводу других наяву, плохо строят связи, к сожалению, не развивают мозги и, короче, впечатление от позиции Андрея Курпатова, что мы летим, в общем, в пропасть. Человечество летит в пропасть. И вот эта вот большая дистанция между людьми образованными и людьми, погруженными в цифровую реальность и в связи с этим менее образованной, она будет только нарастать. Его идея в том, что мы вернемся в XIX-XVIII век, когда будет маленькая прослойка людей образованных, сохранивших стимулы к обучению и людьми, которые будут заниматься исключительно развлечением в ТикТоках, Инстаграмах, Ютюбах и других социальных сетях. Есть другая точка зрения. Я смотрю Артемия Лебедева, и вы его тоже прекрасно знаете. Его взгляд почти всегда оптимистичный, в том числе и на СВО, и на то, что происходит в Российской Федерации, и вообще с миром. И вот как раз все технологии радуют, все прекрасно, все чудесно. Ни разу не слышал в его эфирах и посланиях, что мы летим в пропасть. Всегда практически все хорошо. Вот как видится вам, мне вот интересно, у вас как количество связей, оно выросло, уменьшилось? Насколько часто вы коммуницируете со своими старыми знакомыми? Вот я могу сказать о себе. Вот моя статистика подсказывает следующее. Я выпустился из университета, какое-то время я поддерживал связь с двумя людьми со своего курса. Затем через много лет нашего общения отвалилась одна, потом вторая уехала. Все, все связи с моим курсом, считай, утеряны. Школа. У меня там была такая крепкая компания мужская, и мы долго общались на самом деле. И постепенно, ну, в этой компании, условно говоря, было человек пять. Пять парней. Один уехал, потом что-то поссорились, что-то не договорились, не разобрались, и в результате я продолжил общаться с одним чуваком с класса. Мы то общались, то не общались, то общались, то не общались. И в результате, спустя много лет, вот сейчас мы уже не общались, ну, года, наверное, полтора. То есть, считайте, со школы все связи разорваны. С университетом все связи разорваны. В универе я был в последний раз несколько лет назад. Меня туда пригласили как, типа, выдающегося выпускника. Это было, конечно, очень приятно. Мы долго жали друг другу руки с деканами, со всеми, вот кто там был, кто имел отношение к моему образованию. А я напоминаю, что у меня актерское образование. Вот все прям так тепло прошло. Давайте общаться, давайте встречаться. И все. Больше никто ничего не общается, не встречается. Я молчу уже про детские сады. Вот как раз парень, с которым со школы меня сопровождал в моей такой дружбе. Мы с ним знакомы с детского сада. И это, в общем, большая ценность. Но в результате, вот пару лет назад мы встретились, и стало ясно, что наши представления о мире просто противоположны вообще. Я уже молчу сейчас про текущую ситуацию, когда ребята, допустим, какие-то защитники Навального, например, просто за то, что я не выразил в социальных сетях свое глубокое почтение, меня прокляли. Например, да, я написал, ну, умер и умер. Если бы вы знали, сколько ненависти я получил на этот счет, хотя я их вообще не оскорблял. Вот. И эта часть людей отрезалась. Есть ребята, которые считали, что в связи с тем, что я преуспеваю, у меня продакшн-студия, я должен их обслуживать, содержать, покупать. Это парни, между прочим, да. Я про девушек вообще молчу, которые тоже тут же нарисовались. Это все, конечно, очень неприятно, и это факты моей биографии. Я к чему все это веду? А веду я к тому, что вот, пожалуйста, со времен детского сада все контакты оффлайновые, которые у меня были, вот практически все, они сменились на сто процентов. У меня были так называемые лучшие друзья в прошлом. Я с ними плотно общался. И парни, и девчонки. Нету их. Единственное, что у меня точно есть, я был женат. И вот человек, девушка, с которой я до сих пор близок, мы, правда, не общались много лет, но вот это общее прошлое, оно очень ценно для меня. Я надеюсь, что мы продолжим общаться. Но на дистанции в жизнь, на длинные дистанции, вот я вижу, что просто все связи, они ставятся под большой вопрос. Это при том, что я постоянно инициирую в общем коммуникации с разными людьми. Вот я учусь на своем курсе. У меня сейчас на курсе в Московском институте гештальта 25 человек. Я пытался там сближаться, естественно, с людьми. Мне было интересно, но я чувствую, что вот мы движемся к окончанию этого курса, мы сидим на этом курсе, психологизируем, очень открыто, откровенно о своем прошлом, о детстве, о всяких важных, в общем, вещах для каждого. Но, как ни странно, связи, ну, лично для меня, они не становятся какими-то плотными, как в университетах или школах. То есть я понимаю, что сейчас закончится обучение, вот эта первая часть до специализации, и все. Мы такое ощущение. Мы, несмотря на 3,5 года плотных коммуникаций, это никуда дальше не пойдет. И еще удивительная история. Вот я в Петербурге хожу на так называемые нетворкинги. То есть, казалось бы, у меня большая там социальная база в ВКонтакте или там в Инстаграме. Я сам могу организовывать чил-встречи, на которых меня будут, в общем, ценить и признавать. И я периодически это делаю. Я хожу на... Ну, как бы ни было, я хожу на нетворкинги в Питере. Мне просто интересно, чем люди живут, правда. Помимо всего прочего, а как еще мне найти выборку от 15 до 25, чтобы это были люди, расслабленные в естественной среде обитания. Вот есть такие нетворкинги, где можно пересечься с людьми не своей возрастной группы. Это очень любопытный опыт. И вот удивительно, я сходил на два нетворкинга, не буду рекламировать, кто делает, потому что сам хочу такое делать в результате. Короче говоря, это приблизительно 10-15 человек группа собирается. Это вообще не круг. Это такой специальный формат, кстати говоря, очень удачный, в результате которого в естественных обстоятельствах люди друг с другом знакомятся, просто знакомятся. Там очень приятно, что там созданы такие условия, при которых возникает мало стыда. А это очень большая редкость. Но как бы ни было, вот я сходил на два нетворкинга. Они немножко разные по формату, но не суть важна. 15 человек, молодых людей, заинтересованных в общении, заплативших за это по тысяче рублей. Для кого-то сумма может быть ощутима. И удивительным образом вот одна встреча прошла так, что люди дальше продолжают общение и хотят встречаться и уже даже встречались. Уже даже встречались в нашем вот этом вот виртуальном, необогащенном, по версии Курпатова, мыслями мире. Люди хотят общаться. И вторая группа, тоже 15 человек. Я тоже был в этой группе. Мы встречались в очень красивом пространстве. И все, в общем, так с виду прошло гладко. И нету дальше никакого продолжения. Я задумался, а почему? Как так? Почему так происходит? Что это за магия такая? Почему люди в одном случае прям хотят коммуницировать и дальше продолжают коммуникацию в нашем сложном мире, повторюсь? А в другой вообще по нулям просто ничего и желания никакого. и я помню, что я вышел после первой встречи какой-то воодушевленный, вдохновленный. Я не знаю, связано ли это конкретно с этими людьми или с форматом встречи или с чем-то еще. Я еще схожу на нетворкинг, хочу посмотреть. А с другой встречи я вышел с ощущением каким-то противным, хотя вроде все прошло в порядке. Интересно, правда? Как это работает вообще? И в каком мире мы сейчас оказываемся? И надо ли инициировать эти походы на нетворкинге в поисках каких-то там людей? Вопрос к вам, потому что вы же составляете в сущности мое окружение на планете текущее. Вы же живете вместе со мной параллельно жизни. Вы заходите в Инстаграмы, в Контакты и вы пишите мне комментарии. Не правда ли? Короче, эта тема очень интересна. И можно смотреть на все это под разными углами. С одной стороны, есть Курпатов со своими, в общем, апокалиптическими прогнозами, что сейчас в мире происходит тектонический сдвиг и вот эти вот военные действия в разных частях планеты это как раз признаки этого сдвига и признаки того, что мы все летим в пропасть и что мир никогда больше не будет прежним и что начавшийся кризис во время коронавируса, кризис смыслов, кризис семьи, кризис человеческих коммуникаций, вот он будет только нарастать и в результате завершится полной победой искусственного интеллекта над всеми нами. большая часть людей погрязнет в развлечениях и виртуальных коммуникациях, часть останется интеллектуальным меньшинством, возможно, случится четвертая мировая война и третья мировая война, которая информационная, которая развивается с его точки зрения, это мир будущего, рисующий рисующийся нам Андреем Курпатовым. С другой стороны, есть Артемий Лебедев, его послушать все заебок, все классно, Россия процветает и будет процветать, и всех надо слать нахер, нужно строить свою геополитику, а искусственный интеллект нам только помогает, никаких проблем с ним нету и никакой четвертой или третьей мировой войны не будет. И что с людьми все полный порядок, вы-то как считаете, напишите в комментариях, вы же общаетесь с разными людьми на местах. Вот, и в связи с этим, в связи с этими со всеми мыслями здесь удачная история сложилась, что я лечу в Минск как раз делать чил встречу. Да-да, оффлайн чил встречу не онлайн, совсем нет. Это будет музыкальная чил встреча, что вообще невероятно. В последний раз музыкальная чил встреча была, если я не ошибаюсь, в городе Набережной Челны лет семь назад, когда меня пригласили выступить на одной сцене с дельфином. С дельфином, да. Я играл двухчасовой диджейский сет в Набережных Челнах. Это был разгар лета, это была ночная вечеринка, и в этот раз, кстати говоря, тоже мы встречаемся в 23 часа в Минске 16 марта. Я готовлю специальный микс, и я буду говорить что-то в микрофон с вами. В общем, такая будет чил-встреча, почти как музыкальная программа чил-только прилюдная. Это коммерческое мероприятие, меня пригласили как отдельного выступающего артиста. Это очень приятно и круто. Вот на коммерческих мероприятиях я был несколько раз, по-моему, года полтора назад я был приглашен на свадьбу в качестве диджея и ведущего. Тоже было очень легендарно и эпично, потому что, ну, когда на свадьбе вдруг ты являешься таким почетным гостем, тебя объявляют как будто ты Филипп Киркоров, ну, в общем, это впечатляет, потому что вдруг внезапно посреди свадьбы, где главными героями мероприятия были муж и жена, вдруг главным героем становлюсь я. При этом большая часть гостей меня вообще не знает, кто я, что я. И какая-то дикость, и я, значит, становлюсь за пульт, запускаю что-то в духе чил, и начинают ко мне подходить многочисленные гости, немножко под шофе, и говорить, чтобы я поставил Анну Асти или что там у нас, Лободу. Это было очень забавно, потому что тем же временем ко мне подходит и жена, и муж, и говорят, ставь дип и вообще не парься, а лучше давай-ка техно. Вот, и это тоже было легендарно и эпично, я волновался, естественно, тем более, что я, ну, тогда был вот разгар вот этих всех мобилизационных дел, я прилетел в Москву из Турции с огромным чемоданом и с желанием, чтобы ребятам понравилось. До этого я был, кстати говоря, в Москве тоже, на музыкальном, кстати, мероприятии, сейчас начал вспоминать, оказывается, не так мало их было, меня пригласила компания Mail.ru Group, которые, кстати говоря, сейчас владеют и ВКонтакте, меня пригласили на их корпоративное мероприятие, и я играл музыку в духе chill, ничего не говорил, просто как диджей постоял два часа, получил свой очень неплохой гонорар, переночевал ночь в гостинице Ленинградская, которая высится рядом с Ленинградским вокзалом, огромная гостиница, которая Хилтон называется на самом деле, но раньше она называлась, по-моему, Ленинградская, вот спустя, значит, много лет снова chill, встреча музыкальная и опять не в Питере, и, кстати говоря, в Питере тоже была в свое время chill, встреча музыкальная, это организовывал уже я вместе с ребятами из Sunless такого проекта, который меня кинули на деньги, вот, кстати, чтобы вы знали, да, вот есть такой проект Sunless, который тоже делают похожее, что и я, это ребята Кидалова, вот, они меня кинули, до сих пор мне должны гонорар, просто исчезли, скрылись, вот, когда вы слушаете их, эти прекрасные, нежные послания, в их соцсетях знаете, что вы взаимодействуете и слушаете Ки-да-лав, просто обманщиков, но сейчас совсем другая история и все стираем, я лечу в Минск 16 марта в 23 часа в ресторане Пинки Бондинский, я буду выступать как диджей и ведущий, и это, надеюсь, будет эпично в очередной раз, возможно, очень может быть, что я сделаю какую-то психотерапевтическую встречу, где, вот, как я в начале сегодняшнего оффтопа говорил, мы сядем в круг и будем исследовать себя на предмет каких-то психологических особенностей, в конце концов, не зря же я получаю психологическое образование и в планах, в планах поступить в Ленинградский государственный университет на факультет психологии и продолжить в этом смысле развиваться, во всяком случае, я не собираюсь останавливаться, вот уж точно чего не буду делать, это останавливаться в собственном развитии, мне бы очень хотелось попасть в это интеллектуальное меньшинство, о котором говорит Андрей Курпатов, как бы позитивно не смотрел в будущее Артемий Лебедев, которого я очень ценю и уважаю, мне очень радостно, что есть такие спикеры вообще сейчас в информационном поле, разделяю его оптимизм, но больше верю Андрею Курпатову, действительно, аутичность и технологичность и одиночество и невротичность, все это нас ждет, если мы не придумаем себе дополнительные смыслы наших жизней, которые бы действительно двигали нас вперед, наполняли бы энергией, а это большая задача, хотеть что-либо. Вот звучит абсолютно странно, но в текущих условиях, где нам ничего не угрожает, где, в общем, для наших жизней достаточно немного еды, воздуха, воды и чуть-чуть социальных связей, которых недостаточно. Так вот, я очень рассчитываю оказаться в этом интеллектуальном меньшинстве, и, кстати говоря, мой челлендж длиной в 17 лет по созданию большого проекта «Чилл», это как раз попытка сохранить свой ум и самого себя в тонусе. Это большая задача. То есть, я занят на самом деле не выпуском музыки или заработком денег, вообще другие цели. К слову, о моих смыслах. Моя цель не скатиться в деменцию, это первое. Второе, хочу просыпаться по утрам, чтобы у меня был стимул. В ближайшие выходные я буду участвовать в соревнованиях по сквошу. И, кстати говоря, я получил даже спортивный разряд. Казалось бы, нахера тебе это надо, Артем, в твои годы? Какой нахрен сквош? А вот, ребята, придаю смыслов своей жизни. Выяснилось, что я очень конкурентный парень, очень зажигательный, очень желающий побеждать и плохо умеющий проигрывать. И на этом всем я тренируюсь уже много лет. Буду рад прочитать ваши комментарии. Правда, если не комментарии, пишите в личку. Мне, правда, интересно, как вы ощущаете сегодняшнюю цифровизированную перемену, что вы чувствуете по поводу происходящего с миром, как вы его видите, как вам кажется, что будет дальше. Мне лично очень интересно заглядывать в будущее. В этом смысле офф-топ хорош, потому что если вы вернетесь назад, а на официальном сайте музыкальной программы ЧИЛ есть рубрика офф-топ, можно все офф-топы с самого начала прослушать, и там, кстати говоря, вы можете видеть или слышать развитие или деградацию отдельного человека, то есть меня, автора и ведущего проекта ЧИЛ, психотерапевта, актера, диктора, сквашиста, спортсмена, джентльмена, ну, короче, короче, как хотите, называйте. Вот. Спасибо за ваше внимание, мы услышимся в ближайшем выпуске музыкальной программы ЧИЛ, ну, и через некоторое время, непонятно какое, в офф-топе, моем личном разговорном подкасте. Пока.